Привет, друзья-товарищи! На мне сегодня новая футболка и новая коробка с укулеле. А это значит, что сейчас будет новый боксинг от Дарри. И сегодня мы распакуем очередную укулельку от фирмы Flight, поэтому давайте ее быстренько распакуем, а поможет в этом мистер Ножик. Открываем. И тут наш любимый чехольчик. Я обожаю ребят с Flight, потому что они помимо самой укулели дают вам еще и чехол. Причем чехол-то хорошего качества, такой свежак. Так, что у нас тут еще есть? Опа-на, буклетик немножко поменялся. Он даже на русском языке, все буклеты, которые мне приходили с укулельками, они были на иностранном. Ой, Дарчик тут тоже есть! Правда, у меня старая фотография, но ничего страшного. И наклеечки такие же. Ну, у меня этих наклейок уже, наверное, штук шесть. Но мы же с вами собрались не для того, чтобы посмотреть всякие наклеечки и буклетики, а посмотреть обзор нашей укулельки. Слушайте, чехол такой хороший прям. Ага, резинка для денег. Слушайте, вживую она выглядит еще лучше. Да, она сейчас немного расстроена, поэтому мы с вами настроим и расскажу ее преимущества и настолько ли она крута. БОКСИНКА ДАРИ Итак, я более-менее ее настроила, звучит она пока так. Ну да, так как инструмент новый, струны новые, они будут еще растягиваться, поэтому время показа, именно саундкрейка всяких, а я буду ее поднастраивать. Поэтому, если у вас такая же проблема, что вы купили новый инструмент или поставили новые струны, не переживайте, не расстраивайтесь. Дайте им время, они растянутся и будет все гудо. БОКСИНКА ДАРИ И данная укулелька у меня из серии Джемстон, модели ТУК 380 ТОПАС. Вид это концерт, в этой серии есть сопрано, концерт и концерт с подключением. Есть четыре расцветки, у меня вот синяя, еще до этого есть красная, зеленая и коричневая. Вот такая же расцветка и в сопранке. Версия с подключением концерт отличается вот таким неким вырезом. У меня обычная версия без подключения, потому что, как показывает практика, я не так часто пользуюсь этим подключением. Забавный факт, так как эта серия называется Драгоценные камни, то и цвет укулелек соответствует какому-то камню. Например, вот этот ТОПАС, есть тинтарь, он коричневый, коралл там и так далее. БОКСИНКА ДАРИ И какая отличительная особенность этих укулелек? Во-первых, этот цвет, причем этот цвет достигли путем тонировки, как бы некой такой пропитки дерева. Они покрыли цветастым вот этим лаком, как делают в дешевых моделях. То есть на звук это никак не повлияет, и такая шероховатая поверхность осталась. Можно сделать какие-то прорекуссионные эффекты, там шилканье, какие-то постукивания, в общем, это прикольно. Также вот эта окантовочка белая играет роль. Красиво выглядит, ну прям вообще, ну изысканно. Гравировка. Вокруг это резонатор на отверстии и на голове грифа. Причем интересный факт, что у каждой серии офлайта есть своя гравировка, то есть свой орнамент. Вот тут у нас нарисованы ящерицы. Ящерицы? Вот, ну не знаю. И рыбы. А за счет того, что сначала сделали гравировку, а потом придали цвет, они выглядят однотонно с корпусом. Это такой колоритно-пикантный элемент. Также отличительная особенность это ладовые маркеры. Они здесь не находятся посередине, как мы привыкли видеть. Здесь они сделали с краешку в виде такой некой капельки. Еще интересный момент, что их как бы закатали в это дерево, в этот гриф. И когда я провожу пальцем, они не выпирают. То есть все очень гладненько, все очень ровненько, что с этой стороны, что с той стороны. Потому что проблема обычно у каких-то дешевых моделей или моделей среднего сегмента не до конца. Во-первых, вот тут вот подточит эти края или какой-то орнамент хотят добавить. Прям приходится потом допилить, когда вот ты рукой так проводишь и у тебя зацепляется. Здесь все очень гладко. Но вообще эти маркеры меня подкупают, потому что одним маркером сделали два маркера. Сейчас объясню. Смотрите, когда у нас маркер находится посередине, чтобы видеть боковым зрением, помечают еще такую точечку. Но в этой модели маркер с краю, и он немножко заходит сюда. А это значит, что он как бы идет вот такой буковкой Г. Вот они обычные две точки. Интересно, дизайнерски модно. Но хочу заранее сказать, что в этой серии у Сопранки маркеры посередине. То есть это сделано только у концерт-версии и у концерта с подключением. Струны у нас такие тоненькие от Акила. Итальянский бренд струн, который занимается. Но всегда, в принципе, флайт ставит Акилу. Мягкий колковой механизм. То есть я пока сейчас настраивалась за кадром. Очень плавно и тянуще шло. То есть не было каких-то брызг. Отдельно хочу отметить струнодержатель и порожек. Верхний и нижний порожек сделаны из кости. Не пластиковый. Поэтому он дает еще дополнительное звучание, дополнительный объем. И вот этот порожек, он компенсированный. Это значит, что сделали под каждую струну. Потому что каждая струна своего диаметра. И прям под каждую струну сделали вот этот вырез. А это значит, что ваш инструмент будет реже расстраиваться, чем на обычном порожке. Как по мне, это очень приятно. Потому что не нужно будет тебе доделывать, что-то дошлифовывать, доводить до конца. Чтобы у тебя инструмент хорошо устроил. То есть, ребятки, спасибо большое, что позаботились заранее. Но если мы начали говорить про гриф, то также хочу заоценить вот это дизайнерское решение, что и сам гриф сделали. Вот эта черная окантовочка, видно его края. Я-то думала, когда я видела на картинках, что вот у нас заканчивается гриф вот так вот прямой линией и все. То есть, я буду видеть вот этот обрубок белый. А нет, его тоже обрамили. Тоже красиво все смотрится. Ну что отдельно хочу отметить, что в этой серии есть кнопка для ремня. Олды вспомнишь, что у меня есть еще одна укулеле-концерт, которая обклеена наклейками. Так там вот этой кнопки нет. И не очень удобно закреплять как-то ремень. Здесь же все продумано. Закрепляем здесь ремень. Закрепляем его на голове грифа. И вот вам вуаля, вам еще удобнее играть. Сидя или стоя, или как вы там играете. Боксинг отдарим. Здесь есть такой выпуклый немножко корпус. У куляльки бывает двух видов с выпуклым корпусом и таким неким примок. Я больше люблю выпуклые корпусы. Можете написать в комментариях, как он вам нравится больше. Потому что выпуклый как-то он лучше лежит в руке и на животе. А когда прямой корпус, ну к нему нужно привыкнуть. Ну на вкус и цвет все карандаши разные. Но лично совет от меня, если вы не знаете, какой же вам вид брать, сопрано или концерт, берите концерт. Не важно там с подключением, без подключения. Просто лучше концерт, чем сопрано. Потому что концерт он чуть больше. Более удобнее держать в руках. Само расстояние между ладами больше. Ну и ладов самих тоже больше. То есть может вы захотите здесь играть, а на сопранке там максимум 12 ладов. Что вы будете делать? В этой укулельке 18 ладов. То есть это же хорошее рабочее пространство. Да, бывают модели, где и по 21 лад ставят. Но в принципе этого вам достаточно. Хорошая рабочая зона. Можете что-то тут поиграть, что-то тут поиграть. В общем, лепота. Да, я понимаю, сейчас многие смотрят и вас бесит. Вот эта вот штучка. Давайте я его уберу. Но хочу еще дополнить по чехлу. Он сам по себе плотный. Такой зимний. Пахнет новым рюкзаком. У меня пошли детские, школьные флэшбеки. И здесь очень удобно, во-первых, брать его как действительно рюкзак. И повесить на стену. В старом моем чехле этой петли не было. И мне пришлось делать ее самостоятельно. Такой некий хондмейд. Боксинг от Дарри. Но сейчас давайте мы с вами что-нибудь десыграем. И будем подводить итоги по этой укулельке. Вот сейчас немножко поиграв, я заметила, она довольно-таки звонко звучит. Ну то есть прям есть объем звука. Звук не плоский. Звук не плоский. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Учитывая, что скоро у нас новогодние праздники Вы не знаете, что дарить друг другу Намек понят? Боксинка дари! Но вообще, эту укулельку я хочу сделать для строя low-g Это когда вот эта соль Нас строят не высоко, а наоборот низко Она звучит... То есть... Что это такое, я буду рассказывать подробнее в следующих видео Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы это не пропустить Ну а на этом я пока с вами буду заквадрачиваться, закругляться и за треугольничество Спасибо большое, что посмотрели этот видео Сможете поставить ему лайк Написать в комментариях, как вам вообще эта укулелька Понравилась, не понравилась Потому что мне прям вообще I like it Но вообще, вы можете посмотреть другие серии, рубрики Анбоксинга Дарья Вот сейчас ссылочка где-то появилась Ну а я напоминаю, что меня до сих пор зовут Дарья Скоро увидимся, пока